Музыка 142 автобус изменил свой маршрут от метронного Косино до станции Реутова Теперь можно будет проехать по улице Молодежной Октября Изначально с Носовихинского шоссе он поворачивал на юбилейный проспект И двигался по нему до 10 микрорайона В процессе произведенной корректировки, которая была осуществлена в том числе по обращениям граждан Движение данного маршрута стало осуществляться следующим образом 10 микрорайон, юбилейный проспект, улица Южная, Носовихинское шоссе, улица Октября, улица Молодежная, улица Южная И снова он выходит у нас на юбилейный проспект, движется до 10 микрорайона Интервал движения 142 маршрута достаточно большой 30-40 минут сократить пока не могут, не хватает автобусов В ближайшем будущем, сообщил Владимир Головин На остановках появятся таблички, которые будут сообщать обо всех изменениях маршрута Сергей Юров приехал в разгар занятия Теорию музыки в этом классе преподает заслуженный работник культуры Нина Муравьева Вообще, в первой музыкальной школе, старейшей в Реутове, собран уникальный состав педагогов Многие из них лауреаты различных конкурсов и фестивалей Клавишные, духовые, струнные инструменты, а также вокал Всего обучение в первой школе ведется по семи направлениям Например, здесь разучивают новую конкурсную программу «Скрипачи» Сейчас в школе обучается более 400 человек Ребята принимают участие в областных, всероссийских и международных фестивалях Причем выступают самыми технически сложными номерами Сегодня первая музыкальная ведущая в Реутове Занимает отдельное здание в центре города Хотя, как признаются педагоги, места все равно не хватает Ведь сюда приезжают заниматься ребята и с южной стороны Но решение уже найдено, пусть пока это только проект В проекте бюджета 2017 года включено строительство нового учреждения культуры Досугового центра, которое расположится в южной части города И, конечно, в связи с этим сегодня мы посмотрели То, в каких помещениях размещаются музыкальные школы Место в планируемом досуговом центре найдется и второй музыкальной школе Сейчас она находится на первом этаже жилого дома А желающих заниматься с каждым годом больше Сегодня здесь более 300 учеников Недавно при поддержке администрации были закуплены новые кресла в актовом зале Спасибо большое, были старенькие, какие-то непонятные А вот теперь нам уйдется очень хорошо На местном уровне решение уже принято Обе школы необходимо расширять Сейчас нужно найти варианты, каким образом это можно сделать Сегодня мы посмотрели, в каком находится состоянии школы Еще раз я повторюсь, посмотрели материальную базу И будем выходить с предложениями правительства Московской области Согласовывать возможное предоставление дополнительного помещения в южной части города Для расширения возможностей наших учреждений культуры На новый досуговый центр большие ставки Его появление может снять нагрузку с музыкальных школ на севере Реутова И ученикам, которые живут на другой стороне Будет удобнее добираться до своих музыкальных альмаматор Ингородние врачи, работающие в городскую больницу Будут получать компенсацию за аренду жилья в Реутове Такое решение приняли на Совете депутатов Право на получение выплаты смогут воспользоваться специалисты Только из других городов России То есть врачам, которые переехали в Реутов из Москвы или из Подмосковья И арендуют здесь жилье, компенсация не положена У нас был перечень категории врачей Которые именно шли как дефицитные специальности Это узкие специальности Но Совет депутатов принял решение Чтобы включить в этот перечень Имеющих право на компенсацию аренды жилья всех врачей Минимальный стаж работы для соискателя 3 месяца Также для получения льготы необходим пакет документов Заявления, копии паспортов, выписка из домовой книги И договор аренды жилья, зарегистрированный в кадастровой палате Принимает решение, по каждому специалисту будет специальная комиссия Такая компенсация, уверены депутаты Позволит привлечь в Реутов необходимых медработников Если уж говорить про нехватку, про врача Мы уже приближаемся в принципе к тем нормативам Которым положено, еще раз говорю, это норматив Это не значит, что на каждого пациента будет по врачу Это далеко не это, не значит, это норматив от того, сколько должно быть А вот, например, ситуация со средним медперсоналом, с медсестрами, она более драматичная По врачам программы есть, по медсестрам мы только в ожидании Сумма компенсации зависит от помещения, которые врач ориентует За комнату город заплатит 5 тысяч рублей на аренду Однокомнатные квартиры выделят 10 тысяч на двух- и трехкомнатную 15 тысяч рублей Получить эту льготу можно будет с 1 января 2017 года На следующий год на компенсацию из муниципального бюджета выделено 900 тысяч рублей В МКД Цириотово подвели итоги фестиваля «Юные таланты» Московии Сам конкурс проходит в несколько этапов и по нескольким номинациям Которых за последние несколько лет стало больше Начинался фестиваль с конкурсов художественной направленности Сейчас в нем демонстрируют таланты и те, кто занимается в научно-технических кружках В нем принимают участие школьники со всего Подмосковья В этом году более 400 человек Фестиваль достаточно интересный, потому что он разноплановый Певцы, танцоры, то есть совершенно разный уровень Более того, здесь в фойе была организована ими выставка В том числе были творчество определенное, роботехника На этот раз не только подвели итоги 2016 года Дали своеобразный старт фестивалю на следующий год По данным Гесметио, весь четверг будет идти снег С утра температура воздуха минус один, днем плюс один Вечером в районе 0 градусов Ветер южный 3 метра в секунду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин